Прежде чем божественный свет озарил мир, была только тьма, и правили ей титаны. После Великой Войны Зев захватил власть на небесах и изгнал титанов Тартар на веки вечные. Тогда земля расцвела, и смертные начали жить на ней. Но возгордившиеся боги забыли, что даже из их тюрьмы можно сбежать. Ох, интригует, не правда ли? Какие же из них боги, раз они могут забыть о таком? Вот я, к примеру, не забыл выбрать один из ваших треков в комментариях. И надеюсь, что вы не забудете оставить свой трек. А теперь к играм. Titan Quest. Компьютерная игра в жанре РПГ с видом от третьего лица. Сюжет игры использует мифологию Древней Греции, Египта и Востока, и повествует о походе безымянного героя против трех братьев-демонов, которые свергли богов с целью отдать землю во власть титанов. В игре вам предстоит убивать монстров, формить опыт, проходить сюжетные задания и прокачивать своего героя для битвы с боссами, которых вы можете наблюдать на экране. Интересно, что большинство боссов это известные монстры из мифов, такие как Минотауэр, Химера, Медуза Гаргона и остальные. Игра очень экшеновая, и несмотря на её старость, в ней очень приятная графика. Райзен. Ещё одна игра в жанре РПГ. Чё, не нравится РПГ? Как ж так вышло-то, блядь? Ладно, позже о ней. Ага, да, как скажешь. Всем, в общем-то, наплевать. Dreamfall The Longest Journey Это приключенческая трёхмерная игра в жанре экшен-адвенчуры. Игра повествует о девушке, которая расследует обстоятельства исчезновения её друга и случайно попадает в другой мир, полный магии, который скрыт от посторонних глаз. Собственно, там разворачиваются главные действия игры. В игре вы сможете как разгадывать загадки, так и участвовать в боях. Также там есть и стелс-миссии, где надо незаметно пробираться и взламывать системы наблюдения, замки и прочее. Многие миссии можно пройти разными способами, как скрытно, так и боем. Или же просто уговорить кого-либо, поработав ртом. Эм, блин, ну в смысле использовал все свои навыки и речевого аппарата. Да. А так игрушка очень даже клёвая. Райзен. Ещё одно РПГ, но уже с видом от первого лица. И давайте я вас введу немножечко в хистоли, так сказать. Ну, вы же не против, да? Ага, да, как скажешь. Всем, в общем-то, ебаленьки, ухните, пожалуйста. Начинается игра с небольшого видеоролика, показывающего нам, как главные герои вместе с девушкой проникнут на корабль Инквизиции, попадают в шторм, вызванный невидимым... Внимание, титанам. Да-да, эти гробные титаны добрались и досюда. Ну, а потом ваш корабль ломают, вы приходите в себя на острове, а далее... Эм, всё, я устал. Короче, вам предстоит выполнять задания, продвигаясь по сюжету. Прокачивать навыки, изучать ремёсла и магию. Сражаться вы сможете либо оружием, например, мечом, либо магией, ну, там огневые шары пускать, к примеру. Игрушка прикольная, и если заинтересовала, то, думаю, стоит попробовать. Прей. И, нет, не стоит радоваться, или, наоборот, кричать на меня, что... Ты чё, дебил, это ж новая игра, но это никак не пойдёт на слабый ПК. Нет, это Прей 2006 года. Научно-фантастическая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Итак, слушайте внимательно и вникайте. На землю нападают непонятные создания, по всей видимости, пришельцы. Нападают они, разумеется, с целью захватить человечество. Но данное происшествие было давным-давно предсказано древними индейцами. И хотя наш главный герой живёт и работает в городе, он всё же является потомком тех самых индейцев. И в его голове заложена мудрость, способная спасти Землю. В игре вам предстоит бегать по живому космическому кораблю, который в любой момент может как убить вас, так и спасти. Ну, так, знаете, по настроению. А также сражаться с пришельцами и спасать планету. Тайм-шифт. Научно-фантастический шутер от первого лица, рассказывающий историю человека, живущего в недалёком будущем, где создан костюм, позволяющий путешествовать во времени. Боже мой! Где это мы? Амаха Бич. 1944 год. Так называемый День Дэ. А там что такое? А это День Бэ. Нет, здесь такого нет. Этот костюм попал в руки некого злодея, который вернулся в прошлое, чтобы в настоящем стать абсолютным правителем Земли. Собственно, как и произошло. Наш же герой находит улучшенную военную версию этого костюма. Но единственная проблема в том, что она нифига не была протестирована. Из-за чего он возвращается не в нужное время, а в то, когда Земля уже под управлением злодея. И вам предстоит управлять героем в костюме, позволяющим замедлять, останавливать и даже отматывать назад время. Используя такие суперспособности убивать противников. Графа в игре, как и сама игра, очень кайфовая, так что всем советую. So, The Video Game. Или же более известная на русском... Пила. Видео-игра в жанре экшен-сурвайвл-хоррор по мотивам франшизы Пила. Детектив Дэвид Трэп приходит в себя в ванной комнате психиатрической лечебницы с разрывателем челюсти на голове. Через некоторое время в комнате включается телевизор, на экране которого появляется та самая маска. Но дальше, я думаю, вы сами всё знаете. Игра отлично передаёт атмосферу фильма. Все эти ловушки и непростые решения, которые предстоит принять по мере прохождения, дико доставляют. Непонятно, правда, почему там есть рождевные мужики, которые бегают и бьют вас. Но это только добавляет напряга. Lost Planet Extreme Condition Шутер от третьего лица. Шутер в весьма необычной обстановке, я бы сказал, и с оригинальным сюжетом. Итак, мы вновь в недалёком будущем. Условия жизни на Земле находятся на грани. И некая компания Nevek начинает поиск подходящей замены Земле. И... такую планету она находит. Но дело в том, что нужно всего лишь её разморозить, на что уйдёт пара десятков лет. А игра начинается с миссии на данной планете. Где вы бегаете с командой, потом встречаете огромного местного жителя, который не успевает дать вам по щам. Здесь конкретно вы отрываетесь от своего отряда и падаете в снежный разлом. Где и застываете на пару десятков лет. После чего у вас находит один отряд, и у главного героя начинается новая жизнь. Вам предстоит узнать, что случилось с вашими друзьями из прошлого. А также убивать и отвоёвать будущий дом у прежних хозяев. Эрия 51. Или же Зона 51. Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Действие игры происходит в знаменитой Зоне 51. Где стерстепенный персонажа игры Доктор Крей нарушает договор и выпускает инопланетного монстра. Который начинает всех заражать. На место происшествия приходит отряд Дельта, чтобы узнать в чём дело. Но по прибытии на них нападает тот самый монстр. И тогда на помощь отряду Дельта уже отправляют отряд Браво, в котором и состоит наш главный герой. И вам предстоит убить бешеного лунатика и спасти людей. Тургор. Это игра в жанре survival adventure RPG. Игра отправит вас в ворожедебный мир промежутка. Задача выжить и выбраться оттуда как можно скорее. Единственный способ вырваться из него, это заполнить свои сердца цветом. Что бы это блять не значило. В игре на любое действие будет тратиться цвет. Поэтому при прохождении уровней у вас будет некий лимит. Игрушка довольно необычная, но прикольная. Бионик Команда. Это приключенческий экшен 3D платформер. Игра представляет собой смесь аркады, экшена и шутера третьего лица. А также она поможет вам скоротать время, если вы ждете нового спайдермена. Так как... ну вы сами видите как он летает. С помощью механической руки вы можете перемещаться между платформами с противниками. Которых вы конечно же убьете и из которых будут выпадать ящики с патронами. Игрушка хоть и на пару вечерков, но все же затягивает. Ну а если тебе понравилась хотя бы одна из этих игр, то поставь лайк. А также взрывай красную кнопку под видео. Что значит не знаешь как? Да просто нажми. Не знаю как у тебя, но у меня работает. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok